добрый день на канале томата больше чем любовь Светлана Чернова и вот я хочу показать безобразие но это как безобразие не для меня а для любителей борьбы с сорняками я была молодая когда все вычищала чистила но никак мне не удавалось получить крупный лук он почему-то всегда хиленький был а потом как-то я времени не было совсем пока еще здесь дом не был достроен лук остался он у меня но думаю все соседка я начала выкапывать лук лук вот такой и соседка говорит навстречу свет я не думал что у тебя в этих сорняках луку родиться а я с ведрами таскаю 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 но потом я уже в дальнейшем стала сама думать вот вот этот лук я хочу показать посмотрите сколько здесь сорняков и сорняки хорошо растут и лук хорошо хорошо растет если вот сейчас его прополоть вот я сейчас скажу дней десять назад лук он был чистый дочка тут три раза прополола вот этот неделю один раз три раза прополола прорыхлила когда луковица уже начинает набираться ну сейчас и ему стоять еще дней двадцать где-то уже с двадцатых числах одну 20-25 уже начнем выкапывать лук вот конечно мне сейчас лук выкапывать показывать может быть даже сейчас посмотрим выкопаем какой сидим вот этот вот вот он уже видите какой здоровый корень луковица уже пошла набирать голову головку и вот сейчас будем если тут полоть вот они вот эти уж конечно можно ножницами связать потому чтоб семена не были но корнем не надо утаскивать 20 дней не было дождей а лук рос продолжал расти его тут как наполиваешься он сорняки его поддерживали влагу который там было держали все вот как хорошо растет такой засухи уже бы все высохло не будь этих сорняков вот он вот теперь через недельки три будем лук выкапывать сорняки все уберем все это вот куры у нас едят вот два ряда будет у меня расти свекла за свеклой то же самое же все прополем все подрыхлим все окучим и будет свекла до 25 сентября расти в общем за такое безобразие не ругайте это у меня так как говорится вот с полушняком там а лук то вот стоит потом он лук потихонечку когда уже начнет дозариваться слава богу в этом году я луковому на этой глядке не видела вот около моркови посажена лукова муха есть муха есть и но я не обрабатывал ничего вот потом посмотрим я вам покажу какая луковица у родиться то есть одна деревенская женщина тоже говорят вот городские жители вот рыхлят вот рыхлят вот рыхлят вот сорняки убирает а лук получается вот такой а что его уже он уже и не любит ни рыхлости не уже его если вот корень свинуса когда сорняки вытаскиваешь она тронется уже перестает головка расти и поэтому молодежи которые очень за чистоту так борются которые хотят чтобы вот надо немножко как говорится в дружбе с природой жить растения растут цветут и отцветают розы не спрашиваю чем смысл жизни то есть сорняки тоже растут скажем вот картофель чистили но там вот длинные сорняки есть у дочки чесутся руки вот я говорю если только ты пойдешь но для картофеля это не страшно обычно уже середине июля уже молодой картофель начнем есть но сейчас вот и дожди пошли все будет расти все будет цвести как говорится сорняки убираем только там где еще нужно вот луковица маленькая если поздно посадили лук а здесь уже сорняки трогать это будет полное вредительство иногда так чешутся руки я говорю ну нет по себе по рукам я говорю пусть себе лук растет спокойно тут вот и растет вот скажем если бы сейчас и свекли спокойно дадим расти и луку дадим расти придет время выкопаем вот дождик уже капает то есть во время жары когда 20 дней тут стояла пекло лук вот только благодаря этим сорнякам можно сказать и выжил а у многих уже он скажем перо упала вот скажем тут уже вот сколько пером очень много у меня еще правило я никогда зеленое перо с тех луковиц которые на хране никогда ни одно перышко не убираю всегда я сажаю там сам вытаскиваем с головкой едим но из той грядки вот эта грядка у меня на хранение никогда ни одну луковицу то есть ни одно перышко не беру он у меня какие руки чистые тут я полола морковку полол то все до дождя хорошо полится после дождя вот такая у меня такой у меня ролик про лук если хотите быть с луком за очень большую сильную чистоту и рыхление не боритесь вот сейчас потом еще одно видео сниму потом лук он когда начинает дозаривать он вываливается сначала часть вываливается потом практически вот так он вывалился все лук готов он уже сам себя начинает рыхлить вот такое у меня видео как из житейского опыта из того что вот молодости совершала ошибки даже лет пять назад себе не выдержала прям вот глаз мазолит мазолит ну своим принципам не надо изменять если так то так не ругайте меня за сорняки кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите комментарии будем с луком будем здоровы пока пока пока